И так мы проступаем к нашему соревнованию. Всероссийские соревнования по масс-рестлингу в памяти олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева. Мужчины весовая категория до 60 кг. Сегодняшнее мероприятие это всероссийский турнир по российскому национальному виду спорта масс-рестлингу в памяти выдающегося спортсмена, олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева, который был страстным поклонником и пропагандистом этого удивительного, нового для России, но теперь уже известного далеко и за пределами России вида спорта. Я прекрасно помню, когда был проведен первый турнир в памяти Романа Михайловича Дмитриева. Не так было много народу, но это было очень душевное, теплое, хорошее соревнование, которое оставило в моей памяти неизгладимое впечатление. Учитывая, что сегодня министерство спорта дало полномочия по развитию масс-рестлинга на всей территории Российской Федерации, поэтому биография участников расширяется, количество субъектов увеличивается. Конечно, вид спорта еще новый, не все его в России знают, но популярность, я повторяю, с каждым годом становится все больше и больше. Судья на помощи Иван Васильев, боковая судья Игорь Анатольев, Красный урок Сергей Черкашин, Республика Саха-Якутия, синий угол Дмитриев не устроил. 0-0 полноспортсмена представляет Республику Саха-Якутия. 1-0 полноспортсмена представляет Республика Саха-Якутия. 1-0 полноспортсмена представляет Республика Саха-Якутия. 1-0 полноспортсмена представляет Республика Саха-Якутия. И на 1-0 идет Степан Сосин. Опять второй угроз будет бойко. И со счетом 2-0 победа лежал Степан Сосин. Артем Скорухин в красной зоне представляет команду Ивановской области. В зимней зоне угроза стоит Андрей Рейн, представитель опытной калужской команды, которая уже более 10 лет принимает участие в соревнованиях по мосту. 1-0. Красный. Итак, Ивановской области идет спортсмен из Ивановской области. В красных шорках. Его предоставит Андрей Рейн. Калужская область. Воспитанник школы Владимира Алексеевича Супанова. Все-таки в упорной пальме победу одержал Артем Старухин в Ивановской области. Следующая рисовая категория мужчины до 70 килограмм. Квалификация. На помощь приглашается Семен Смирнов. Тверская область. Александр Тихонов. Владимирская область. Мощная тара. Истерия со счета в 1-0 выходит Владимирский спортсмен Александр Тихонов. И со счета 2-0 победу держал Александр Тихоров, Владимирская область. На помост приглашается Евгений Климцев, Ивановская область, Александр Зотов, Москва. Мы знаем братьев Климцевых, это активные спортсмены из Иваново, развивают москресенье в Ивановской области. Их будет противостоять Александр Зотов, родом из Якутии, сегодня представляет команду Москвы и воздушно-десантные войска. Товарься, а не можешь! Предупреждение спортсменам сидеть в ноле. Давай, Саня, тяни! Не отпускай, тянуй, Саня, тянуй! Давай, можешь! Давай, давай, еще оттянем! Давай! Привозчик! Привозчик! Давай! Можешь! Держать, держать! Давай, давай, давай! Дорожник! Еще! Равные пассивные спортсмены, но опыт берет свое, и вперед выходит Александр Зотов, 1-0. Итак, кавалитационная складка, 1-0, ведет спортсмен в синей зоне. По правилам утвержден Министерством спорта. После первой складки Варсбеда могут отдыхать до минуты, и после второй складки до минуты. Давай, Саня, можешь! Хорош, хорош, хорош! Хорош! Давай, Женя! Тянуй, только тянуй, Саня! Тот же тянуй! Хорош, давай! Давай, давай, давай! И так, со счетом 2-й победу одержал Александр Зотов. Смена судейской бригады. Судья на помосте Максим Максимов, боковой судья Яна Захарова. На помост приглашаются Сергей Константинов, Республика Саха-Якутия, Артур Орлов, Республика Саха-Якутия. Готовится Борисов, опросит их весовая категория, мужчины до 70 кг. Вот это косорные складки по мастер-эскому в рамках всероссийских соревнований Олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева. 1-0, вперед выходит Артур Орлов. Роман Михайлович Дмитриев, легенда, герой советского спорта, первый олимпийский чемпион по вольной борьбе, представляющий Республику Саха-Якутия. Большой, искренний друг знаменитого Ивана Сергеевича Рыгина, во дворце имени которого мы проводим уже неоднократно регистрирование. И за счетом 2-0 победу одержал Артур Орлов, в республике Саха-Якутия. На помощь приглашается Дина Али Бориса в красную зону, синюю зону Николая Просимова. На помощь к его спортсменам из Якутии, из республики, откуда род от этого диспорта. Там, из-за самостоятельных. Али Татаны и Али Саха-Якутия, а к этому дистанцию. Али Татаны Двежития. Али Татаны. Анатолий Паленков. И затяжной и напряженной борьбе победу одержал за счетом 2-0 Геннадий Борисов, Республика Сахар-Хития. Напомню, что соревнования проходят впервые по обновленным правилам. Правилам, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации. Сватка проходит до трех очков. Перерыв между схватками длится до двух минут. Спортсмены в начале схватки приветствуют друг друга якутским приветствием, поклоном. Руки не жмут, потому что руки уже обработаны в агнезии. Мощная тяга и вперед выходит со счета погиб Марат Карнашкин, представляющий Москву, столицу, столичную команду. Итак, 1-0. Марат Карнашкин ведет в красную зону. Мощная тяга и вперед выходит со счета погиб Марат Карнашкин. Следующая рисовая категория. Ущелье до 80 килограммов квалификации. Напомню, что приглашается Сергей Гаваров, Республика Чубашия. Синяя зона. Алексей Дунаев, Москва. Итак, на помосте полефикационная схватка Чубашия, Москва. Давай, Гоша, тянуй. Тянуй, говорю. Тянуй, в сторону ходи. Давай, Гоша. И 1-0. Вперед проходит Алексей Дунаев, Москва. 2-я схватка. Давай, 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 пошел. И с отчетного до 0 победу в этой схватке одержал Алексей Дунаев, Москва. На помост приглашается Валентин Бандуков, Дмитрий Панов. Смена судейской бригады. На помосте Михаил Рахматов, боковой судья Иван Сивцев. В красном углу спортсмен Валентин Бандуков. Представляющий Московскую область. Красная зона, красные шорты. В синей зоне противостоит ему мощный Дмитрий Панов. Калужская область. Счет 0-0. Весовая категория до 90 кг. Спортсмены все тяжелее, сильнее. Естественно, возрастает быстро мощность тяги. Итак, Валентин Бандуков, Московскую область. Нас представляет воспитанник Валерий Иванович Терешко. Знаменитого второго спортсмена тяжеловеса, тяжелой атлетики. Мастера спорта международного класса, члена сборной Советского Союза. Терпи, терпи. Затягивается складка. И вперед вырывается Дмитрий Панов. В 1-0 идет Дмитрий Панов. Калужская область. Готовятся Дмитрий Попов, Иван Галюрский. Давай. Давай, МЧ. Давай, потерпи. Терпи, терпи, терпи. Терпи, Дима. Терпи, терпи, терпи. Давай, потихонечку, потихонечку. Затишная схватка. Терпи, терпи. Зависит им, кажется, что долгая зона, все-таки мощная тяга Дмитрия Панова принесла ему победу за счетом 2-0. Победой держал Дмитрий Панов, Калужская область. На МОЗ приглашается Дмитрий Попов. Красная зона. Иван Белолюцкий, Республика Сахай, музея, синяя зона. Иван Белолюцкий, 77-го года рождения. Ему противостоять будет в красной зоне Дмитрий Попов, 92-го года рождения. Очень сложно в такой стороне, как у Липа Малючева трогает. И вперед вырывается. Дмитрий Попов, 1-0. В Якутии. Куда вы думаете, без спорта? Соревнования проходят очень часто, очень много. В схватках присутствует до 500 спортсменов. Итак, 1-0. На МОЗ приглашается Глеб Петелин, Евгений Пиконин. Евгения Пиконина уже многие знают. Это также постоянное участие в опытный спортсмен. Неоднократный призер и победитель в международных соревнованиях, всероссийских соревнований. Опытный спортсмен. Против него Глеб Петелин, Владимирская область. Итак, 1-0. Ведет Евгений Пиконин в синяя зона. Готовится с сильного пуги. Глеб Петелин. Готовится из Кентера Баишев. Егор Баишев. Итак, наши аплодисменты. В красной зоне олимпийский чемпион Андрей Семенов. Наши аплодисменты. Саня, Саня, как учитель, давай, можешь. Свидируйте, Саня. Саня, свидируйте, Саня. Стар, пошли. Можешь, Саня, можешь. Держать, держать, Саня. Очень важная борьба и вперед выходит Александр Пунин, Москва. Умас спортсменов начинают в этом мире. Хотя Андрей Семенов, заслуженный мастер-спортополётные плечики, выступает за Московскую область 84-го года рождения. Северная зоне, 1-0, вперед Александр Пунин, 88-го года рождения. Держать, давай, больше, давай, как говорит. Правый, правый. Да, 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 давай, 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 левый, шутки. Открывает Александр Пунин. О, Грессиевна, у меня защищается. Вырубает победу, сравнивает счёт 1-1. Вот такой силовой вид спорта. Лёгкие атлеты всегда отличались универсальной силой. Очень мощные ноги. Сила, которая очень важна. Поэтому там успешно представители лёгкой атлетики, королевы спорта, тоже заинтересовались этим видом спорта. И так, 1-1, Андрей Севернов, Александр Пунин. Наши аппарат смертный спортсменов. Давай, Саня, давай, 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 справа, Саня. Давай, 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 справа ходи. Саня, можешь держать до конца. До конца, Саня, до конца, можешь. Очень мощная сила рук, сила стихий, Саня, можешь держать, давай. И силовая взрослевость. И со счётом 2-1 побегу одержал Андрей Севернов, Московская область. Синяя зона, Романский, Романский, опытный спортсмен. Представляет уже известную опытную Владимиру Кушкову на стресс-канка. Против него есть спортсмен из Якутии. Егор Байчев, сын знаменитого Анатолия Байчева, многократного чемпиона, легенды по стрессу, национального героя Якутии. Сын идёт по стопам отца. Ему очень тяжело будет повторить такой успех. Но Егор старается и очень успешно выступает под этих представительных соревнованиями. Роман Аскендеров, 1986 года, в красной зоне. Егор Байчев, 1993 года, республика Саха Якутия. Готовится Сергей Резотов, Руслан Каменский. Итак, 0-0, весовая категория, квалификация мужчины до 90 кг. На попосте Владимирская школа и Якутия. Мощно атакует Роман Аскендеров и пока не оставляет шансов. Выходит вперёд на 1-0. Известная, опытная Владимирская школа. Опыт более 10 лет. Очень мощный спортсмен. Итак, 1-0, ведёт Роман Аскендеров. Подсказывает, что Илья Бурович тоже из Владимирской области, из города Бурова. Итак, 1-0, впереди Роман Аскендеров. Ему пытается противостоять Егор Байчев. И счёт сравнивается, 1-1. Якутий спортсмены, как и в вольной борьбе, отличаются очень высокой степенью силовой выносливости. И если якутий спортсмен не проигрывает в первые 5-10 секунд, далее очень сложно его победить становится. Это специфика национального физического развития. Прочитый перерыв. Размер был 2 минуты на восстановление сил, на подготовку. Восстановились мышцы, дыхание. И снова схватка 1-1. По новым правилам проводят соревнования в стартовой зоне. Ноги должны располагаться. Пятки должны касаться по мосту. За этим внимательно следят судьи. Упорная борьба, быстрая атака. И со счета 2-1 в интересной и красивой борьбе. Победу одержал Егор Баежев, республика Саха-Якутия. Просьба спортсменов, маленький технический перерыв. Пока оставаться в стартовой зоне. В судейскую бригаду поступил протест. Он сейчас будет быстро рассмотрен. Это продолжим наши спарки. Напомню, именно Роман Михаилович Дмитриев дал ему древнему виду, получил к развитию. И придумал название «Москреска», которое уже установилось и в России, и в Международной федерации «Москреска», которого предоставляет уже 35 грамм. По идогому рассмотрению протеста, на попрос приглашается Дмитрий Попов, Иван Белорюкский. Готовец Исотов, Амельский. Подоброе предупреждение, и спортсмен в синей зоне, Иван Белорюкский. Готовец Исотов, Амельский. И со счетом 2-0 победу одержат Витрия Попов, Республика Сахай-Лути. На попрос приглашается Сергей Зотов, Москва, Руслан Каменский, Москва. Готовятся Павел Черноградский, Владимир Тихомиров. Готовец Исотов, Москва. Готовец Исотов, Лежать, говорю. Ну попробуй отбежать, держать, 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 держать. Да, 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 хорошо, пошел. Косать, держать, давай. Итак, на попросе два московского спортсмена, начинающие спортсмены, но сплата очень упорная. В синие зоне Руслан Каменский, Москва. Лисовая категория, мужчины до 90-х килограмм, квалификация. Давай, давай, хорошо, пошел. Лучше, просто, просто, бить. Перевел в левую сторону, вывел соперника из равновесия, и со счетом по ноль победу Руслан Каменский, Москва. На попрос приглашается Павел Черноградский, Владимир Тихомиров. Павел Черноградский, Республика Саха-Якутия, Владимир Тихомиров представляет Московскую область. Готовится Накал Шмарев. Итак, в красной зоне опытный Павел Черноградский, 79-го года рождения, Республика Саха-Якутия, и ему противостоит Владимир Тихомиров, представляющий команду Московской области, стремительно развивающуюся, но еще не такой опытный. Атакует Черноградский, пытается выкачить стойку спортсмена, и ему это удается. Вперед выходит Черноградский 1-0. Готовятся мужчины следующей весовой категории до 105 килограмм. Докалов, Шмарев. И опять победа. И за счетом, с общим счетом 2-0 победу удержал Павел Черноградский, Республика Саха-Якутия. Судья на помосте, Иван Сирцев, боковой судья, Михаил Рахматов. Руководитель по поста, Владимир Алексеевич Цуханов. Итак, на помосте весовая категория до 105 килограмм, красная зона, Виктор Накалов, Республика Саха-Якутия. Ему противостоит Анатолий Шмарев. Владимирская область очень опытный спортсмен, много лет занимается монстресингом. Бессменный участник, призер и победитель многочисленных всероссийских соревнований. Чемпион России прошлого года Анатолий Шмарев в синей зоне против спортсмена из Якутии Виктора Накалова. Вот такая мощная тяга. Спортсмены из Якутии это всегда очень опытный и сложный противник. Наши аплодисменты. Очень упорная борьба. И все-таки удалось выиграть в стойку своего противника и это принесло победу за счетом 2-0. Победу лежал Виктор Накалов Республика Саха-Якутия. Итак, на помощи в красной зоне один из сильнейших спортсменов мира в этой весовой территории Федор Федоров Республика Саха-Якутия. Опытнейший спортсмен. Ему будет противостоять московский спортсмен Андрей Олад. Итак, введу не яркий спортсмен на панели присуждается Федор Ферр. Следующая весовая категория квалификация мужчины до 125 килограмм. Первая пара Алексей Ермунов Московская область Николай Антропов Тверская область готовится Анатолий Баишев Блия Клёстов. По правилам всегда является фамилией спортсменов, который занимает красную зону. По правилам соревнований, по правилам этого вида спорта в красной зоне спортсмен выступает в красных шорках. Полу торса это обязательные условия технического регламента этого вида спорта. оба спортсмена представляют Центральный федеральный округ соседней области. Итак, Алексей Ермунов Московская область Красная зона, Николай Дропов Тверская область. Начинают спортсмены еще в свой путь в этом виде спорта. Здесь не бывает новичков, как правило, спортсмены уже попробовали себя в пауэрлифтинге или в тяжелый отмит. Вперед за счетом 1-0 выходит Николай Дропов Тверская область. 1-0 впереди Николай Дропов Тверская область. И со счетом 2-0 в честной и нескитростной борьбе в схватке победу одержал Николай Дропов Тверская область. На памус приглашается Анатолий Баишев. Республика Саха-Якутия. Ее мой противостоятель Яг Лёстов Калужская область. Анатолий Баишев легенда республики. Многократный победитель, призер всероссийских республиканских международных соревнований. Анатолий Баишев 60 миллиардов года рождения. И до сих пор очень мощный, хитрый, скучокный спортсмен с очень своеобразной агрессивной техникой ведения сплата. Анатолий Баишев является известным и очень профессиональным телезаводчиком. Профессионально занимается разведением спортивных паров лошадей и является успешным участником бегов. Мощная тяга и агрессивной. За свою спортивную карьеру Анатолий Баишев выиграл 18 автомобилей УАЗ. Вдумайтесь в эту цифру, сколько какая спортивная семья. И вот на этих соревнованиях приехали и отец и сын. Уверенная победа и со счетом 2-0 победу лежал Анатолий Баишев в республике Санкт-Петербурге. На помощь приглашается Даниил Смирнов Вологодская область Андрей Комиссаров Калужская область поприветствуем спортсменов и поздравим Даниила Смирнова. У него вчера был день рождения. Даниил представляет Вологодскую область познакомился более трех лет назад с ликвидом спорта ушел в армию отслужил пришел уже соколенным мантером спортсменом представляет Вологодскую область ему противостоит Андрей Комиссаров Калужская область плодом атаковал спортсмену синим ул но А вот осталось в руках Дениса Смирнова. Официальное соревнование спортивного календаря Министерства спорта Российской Федерации. Итак, 1-0 ведет Денис Смирнов в красная зона. Готовится Терешка Черков. 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 И удается с помощью приема стойка одержать победу. За счетом победы держал Андрей Комиссаров в Калужской области. И на помосте 1-й круг соревнований атлеты весовой категории свыше 125 килограммов. На помосте Валерии Терешка Московская область. Легендарный спортсмен Советского Союза по тяжелой атлетике. Член сборной Советского Союза. Руководитель федерации Мострескинга Московской области. Валерий Терешка 1950 года рождения. Наши аплодисменты. Ему противостоит Анатолий Черков. Московская область 1975 года рождения. Анатолий является тренером по боевым единоборствам. Родом из Якутии. Постоянный успешный спортсмен. Из-под лижней. Очень часто выступает в этих соревнованиях. Является однократным победителем, призером. А немного вперед выходит Анатолий Черков. Сложно приходится Валерий Ивановичу Терешка. Понятно. Но таковы правила. Вышел на помост Борис. И со счетом 2-й победу одержал Анатолий Черков. Московская область. Константин Туркин. Свободный в этом груди. А мы переходим. Женщины. Легкая весовая категория. До 55 килограмм. На помост приглашается Татьяна Юришиниц. Тверская область. Анна Неустроева. Республика Саха-Якутия. Первая весовая категория. До 55 килограмм. Татьяна Юришиниц. Татьяна Юришиниц. С 95-го года рождения. Представляет молодую команду Тверской области. Ей противоостровикан не устроила. Республика Саха-Якутия. Очень опытная спортсменка. Республика Саха-Якутия. Безраздельно властвовали якустские спортсмены. Сегодня это не так. Спортсмены из других регионов активно перенимают опыт, учатся. И начинают составлять очень заметную конкуренцию якустским спортсменам. Буквально через две недели команда российских романстрейлеров отправится в Соединенные Штаты Америки на престижный, всемирно известный форум-турнир Арнольд Классик в городе Кавангусе. Итак, атакует, атакует. Неустроева. И заслуженная победа за счетом 2-0. Победа держала, она неустроева. Республика Саха-Якутия. Исовая категория женщин до 65 кг. Квалификация. На попозь приглашается Ксения Зайцева. Москва. Алина Турчина. Республика Саха-Якутия. Схватки у женщин всегда отличаются очень сильным нокаумом, бескомпромиссностью. Такова природа женского характера. Девушки всегда бьются до последнего, никогда не сдавались. Поэтому и схватки у них очень интересны. Сидняя Зайцева, 93-го года рождения, красная зона, представляет московскую команду. Молодую московскую команду, которая по численности быстро прибавляет. Ей будет противостоять очень опытная Алина Турчина. Республика Саха-Якутия. Спортсменка 86-го года рождения. 1-0. Вперед проходит Алина Турчина. Но в измененных правилах, утвержденном Министерством спорта Российской Федерации, после каждой схватки возможность перерывать до двух минут. С каждой схваткой меняется хват. Ноги должны располагаться в стартовой зоне. Итак, один ноги, и Алина Турчина. Полкай, вытяните, 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 вытяните. Еще вытяните. Да, все, держи, держи, держи. Уверенная победа в стартовой зоне 2-0. Победа держала Алина Турчина. Республика Саха-Якутия. Женщины весовая категория до 85 килограмм. И на помост в красную зону приглашается Саина Седалищева. Республика Саха-Якутия. В синюю зону приглашается Марина Амикеева. Калужская область. Готовится Мякишева, Лоцик. Итак, на помосте. Саина Седалищева и сразу проходит вперед 1-0 у спортсменов. Также есть жесткие территории технического регламента. Также спортивная область. Шорты соответствующего цвета. Но в отличие от мужчин спортсменки выступают в футболах. Мощный оттенков права и со счетом 2-0 уверенную победу поддержала Саина Седалищева. Республика Саха-Якутия. На помост приглашается Мякишева-Варвара. Республика Саха-Якутия. Мария Алоцик, Москва. Смена судейской бригады. Судья на помосте Яна Захарова. Боговой судья Ихаил Факсимов. Руководитель помоста Кабер-Петербург-Маркас. Руководитель помоста Кабер-Петербурга. 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 На помост приглашаются спортсменки весовой категории свыше 85 кг. Гармикова Евгения, Анжелика Ракицка. А власти спортсменки из Москвы. Обе Евгения Гармикова, Анжелика Ракицка. Наши аплодисменты участницам, начинающим участницам. Но ни один спортсмен не бывает начинающим. Вечно. Когда-то начинающий спортсмен становится уже следующим, опытным, а потом легендарным. Итак, мощная тяга, вперед выходит Анжелика Ракицка. Москва 1-0. Итак, 1-0, Анжелика Ракицка впереди со счетом 1-0. И противостоит Евгения Гармикова, также спортсменка из Москвы. Готовится Агеева и Ляева. И со счетом 2-0 победу одержала Анжелика Ракицка. АПЛОДИСМЕНТЫ На попрос приглашается Наталья Агеева, Калужская область, Красная зона. Яна Миняева, Московская область, Синяя зона. АПЛОДИСМЕНТЫ Готовится Филиппов Емельянов. АПЛОДИСМЕНТЫ И поддерживаем их аплодисментами. Возможно, это первая схватка. И первая победа. 1-0. Вперед выходит Наталья Агеева, Калужская область. Не будем скупы или аплодисменты. Поддержим их уже. Итак, Калужская область. Наталья Агеева ведет со счетом 1-0. Ей пытается противостоять. Обороняется Яна Беляева, Московская область. Воспитанница Валерия Ивановича Терешко. Затяжная схватка становится. Ни одна схватка в воскресенье не длится более минуты. Нет таких физических сил. Выдерживаем никакое мощное напряжение. И заслуженная победа. В упорнейшей борьбе победа держава Наталья Агеева. Калужская область. 1-4 финала. Мужчины весовая категория до 70 кг. На помост приглашается Дмитрий Филиппов. Калужская область. Михаил Емельянов. Республика Саха-Якутия. Итак, мы видим. Спортсмены приветствуют друг друга якутских паралонов. Это непременный атрибут, прописанный в техническом регламенте и правилах. Потому что спортсмены пользуются магнезией. И не должны... Здравствуйте. Калужская область. Попробуем. Итак, 1-0. Передим Михаил Емельянов. Республика Саха-Якутия. Стойка. Не удалась. Еще раз пытается... И удается со счетом 2-0 победу одержал Михаил Емельянов по республике Саха-Якутия. На повоз приглашается Дмитрий Саратетто, Ямал-Анеевский автономный округ, Александр Тихонов, Владимирская область. Итак, уже вторые и третьи соревнования приезжают спортсмены, представляющие Ямал-Анеевский автономный округ Дмитрий Саратетто, 91-го года рождения, Красная зона. Будет сражаться с Александром Тихоновым, Владимирская область. Готовятся Зотов, Орлов. Кудея напоминает, что по новому правилу в стартовой истории ступни должны касаться помоста пятками. Мощная яга, хорошо держится, стоит и вырывается вперед. Дмитрий Саратетто, 1-0. Готовятся Зотов, Орлов. Дмитрий Саратетто, Ямал-Анеевский автономный округ. На помост приглашается Александр Зотов, Москва. Артур Орлов, Республика Саха-Якутия. Смена судейской бригады. Судья на помосте Михаил Рафматов. Боковой судья Иван Сивцев, руководитель помоста Владимир Алексеевич Цуканов. Итак, в красной зоне Александр Зотов, Москва, ВДВ, воздушно-десантные войска. Ему противостоит опытный Артур Орлов, Республика Саха-Якутия. Готовится Борисов, Канашкин. Быстрый старт. И со счетом 2-0 победа бежал Артур Орлов Республика Саха-Якутия. На помост приглашается Геннадий Борисов, красная зона. Марат Канашкин, синяя зона. Геннадий Борисов, 92-го года рождения, Республика Саха-Якутия. Ему будет противостоять Марат Канашкин из Москвы в синей зоне. Геннадий Борисов, геннадий Борисов, Республика Саха-Якутия. Ему пытается противостоять Марат Канашкин, представляющий команду Москвы. Очень мощный старт, быстрая атака. Предупреждение получают спортсмены с красного угла. И со счетом сохраняется 1-0. Еще одно очко. И со счетом 2-0 победу одержал Геннадий Борисов, Республика Саха-Якутия. На помощь называется по 80 килограммам первая пара Антон Капунии. Московская ухость и Алексей Гёдров, подминант москера спорта Республики Саха-Якутия. Геннадий Борисов, Геннадий Борисов, Республика Саха-Якутия. Геннадий Борисов, Республика Саха-Якутия. На помощь вызывает Антон Капуниев, Республика Саха-Якутия. Подготовится Анатолий Головков, Республика Саха-Якутия. И Сергею Анатолу Капуниев. Геннадий Борисов, Республика Саха-Якутия. Геннадий Борисов, Республика Саха-Якутия. Геннадий Борисов, Республика Саха-Якутия. Добро пожаловать в Казахстан! 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 нашей страны на самом высоком уровне, а теперь он увлекся новым видом спорта. Против него Егор Баишев, Республика Саха-Якутия, еще не такой знаменитый, как его отец, но такой же упрямый и агрессивный. Итак, 0-0, Андрей Зельнов, Егор Баишев. Готовятся Руслан Камецкий, Павел Черноградский. Узнаем манеру Баишева, стремительная атака, просто мгновенный старт, надо выдержать первые 3-5 секунд, растянуться и выдержать. И все-таки Игутская школа побеждает за счетом 2-0. Победа держал Егор Баишев, наши аплодисменты победителю и наши аплодисменты Андрею Зельнову. На фобос приглашается Руслан Каминский, Москва, Павел Черноградский, Республика Саха-Якутия. Руслан Каминский, Москва, против опытнейшего Павла Черноградского, Республика Саха-Якутия. Именно в таких схватках нарабатывается бесценный опыт «Стойка» и никаких шансов, победит ноль, впереди Павел Черноградский. Итак, один ноль. Павел Черноградский ведет в этой схватке. Готовятся «Боганев» Журавлев. Снова «Стойка» и со счета 2-0. Уверен, победу одержал Павел Черноградский, Республика Саха-Якутия. Красная зона Михаил Коболев, Республика Саха-Якутия. Синяя зона Михаил Журавлев, Калужская область. Готовятся «Боган», «Щитинин». Я напоминаю, что мы наблюдаем бои и схватки в рамках всероссийских соревнований по мастер-эксперку в памяти олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева. Опять в красной зоне. Очень опытный и гуский спортсмен. Михаил Гоголев, титулованный неоднократный призер, победитель в этой самой категории. И против него Михаил Журавлев, Калужская область. 1-0, впереди Михаил Гоголев. И со счетом 2-0 победу одержал Михаил Гоголев, республика Саха-Якутия. На помост приглашается Алексей Богданов, Артем Щекинин, смена судейской бригады. Судья на помосте Иван Ситцев, боговой судья Михаил Рахманов, руководитель помоста Владимир Алексеевич Туканов. В красной зоне Алексей Богданов, представляющий Гоголевскую область. Роди в него Артем Щекинин, Калужская область. Атакует голодовский спортсмен. И Сатиро переходит от одного парня. И победу одерживает Артем Щекинин, Калужская область. Один-ноль. Итак, один-ноль. Виль. И счет становится один-один. Итак, один-один. Алексей Богданов, Артем Щекинин, Калужская область. Упорная схватка равных по силе спортсменов. Соответствующий счет один-один. Торо сейчас. Давай, хорошо. Мощно атакует вологодский спортсмен. Давай, 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 давай. И все-таки добивается победы со счетом 2-1. Победу одержал Алексей Богданов. Вологодская область. На помост приглашается Роман Калинин. Тверская область. Красная зона. Михаил Носарев. Москва. Синяя зона. Итак, Роман Калинин. Мы знаем этого спортсмена. Стремительно ворвался в мир москресинга. Продемонстрировал мощную, агрессивную ведение борьбы. Уже на чемпионате мира его заметили. И почувствовали русскую силу и американские спортсмены. Против него Михаил Носарев, Москва. Счет 0-0. Готовятся Докалов, Федоров. Примительная мощная тяга в свойственной ему манере. И вперед вырывается Роман Калинин. Тверская область. 1-0. По новым правилам спортсмены покидают зону попоста на время перерыва. На время двухминутного перерыва. Итак, смотрим. Интересная схватка. Роман Калинин. Михаил Носарев, Москва. Это бед Садакалов, Федоров. Браво уходи. Браво, браво, браво. Итак, на повоз приглашается Виктор Докалов. Красная зона Республика Саха-Якутия. Федор Федоров. Синяя зона Республика Саха-Якутия. Мощные, сильные спортсмены из Якутии сойдутся в этой схватке. Схватка обещает быть очень интересной. Четвертая, последняя схватка. Четвертая, весовая категория мужчин. До 105 килограмм. Итак, Виктор Докалов, Республика Саха-Якутия. Против Федора Федорова, Республика Саха-Якутия. Активно передвигаются спортсмены. Они пытаются перемести то в лево, то в право, то в стойко. И они ноль берем, проходит Виктор Докалов. Очень интересная схватка. Вытащить стойку Федора Федорова. Прием стойка, когда спортсмены выводят разравновесие вверх. И он сам же своей тяги поднимает себя, выйдя из равновесия. Есть специальные приемы, которыми можно противостоять этому приему. Итак, 1-0. Впереди Виктор Докалов. Красная зона. Готовятся Ирина Кутузова, Татьяна Ячковская. Медицинская полка. Итак, со счетом. Вагон победила, держал Докалов. Виктор Докалов. Республика Саха-Якутия. На помощь приглашается Ирина Кутузова, Республика Чувашия, Красная зона. Синяя зона. Татьяна Ячковская, Республика Саха-Якутия. Готовятся Елена Голова, Анна Охлопкова. Итак, спортсменка из Чувашии, Ирина Кутузова, будет предупстоять опытной Татьяне Ячковской, Республика Саха-Якутия. Доваль-доваль. Матакуи. Матакуи Елена Кутузова. Левая нога, нога! Спортный. Арбитр. Предупреждение спортсменки в красной зоне. Прямо вытягивай, прямо. Ужин, шире ноги, вниз поставь. Предупреждение спортсменки в синей зоне. Один ног, вперед выходит Татьяна Ячковская. Интересная схватка, начинающая Елена Кутузова, показывает очень достойный уровень. Поддержим аплодисментами. Такое напряжение. Уже долго длится схватка. Очень хорошо. Ирина Кутузова атакует, но хватит ей сил. Потому что Татьяна Ячковская растянулась, переждала и снова атаковала. Вот он опыт. И со счетом 2-0 победу одержала Татьяна Ячковская. Приглашаем на помост в красную зону Елена Болотова, Москва, Анна Ахлопкова, Республика Саха-Якути. Елена Болотова, чемпионка России 2015 года, представляет город Москву. Против нее очень опытная якутская спортсменка Анна Ахлопкова. Готовится Теретья Ивановна Ячковская. И вперед выходит Анна Ахлопкова. Итак, счет 1-0. Впереди Анна Ахлопкова. Республика Саха-Якутия. Готовится Теретья Ивановна Ячковская. Готовится, Ноги. Ноги, ноги, Лена. Давай! Выше ноги, выше, давай! Иди, работай! Раз, раз, Лена, раз! Еще, 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 иди! Раз! Впереди! И в бескомпромиссной борьбе победу держала Анна Охлонкова со счетом 2-0. На повоз приглашается Анна Терентьева, Республика Саха-Якутия, Красная зона. Елена Анековская, Москва, Синяя зона. Готовится Сыроватская, Неустроева. 1-0. Вперед выходит Анна Терентьева, Красная зона, Республика Саха-Якутия. Четвертый финал, четвертый финал из матки женщин весовой категории до 55 килограмм. Самая легкая весовая категория и со счетом 2-0 победу одержала Анна Терентьева, Республика Саха-Якутия. Деда судейской бригады. Судья на помощи Максим Максимов. Боковой судья Гена Сахарова, Руковик Попоста, Леонид Терентьева, Республика Саха-Якутия. На повоз приглашается Сыроватская, Красная зона. Анна Неустроева, Синяя зона. Обе спортсменки из ГИБУТИ. Готовится Коварова, Крылова. 1-0. И вперед выходит Анна Неустроева. Борис. Борисы. Борис. 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 Готовится. Борис. Борис. Его соревнование. Борис. Анна Неустроева, Республика Саха-Якутия. Четвертьфинал, женщины, весовая категория, до 65 килограмм. Итак, красной зоне Анна Окаркова, бронзовая призерка чемпионата России, 95-го года рождения. Ей будет противостоять спортсменка из Владимирской области Нина Крылова. Стремительная атака, и счет становится 1-0. Уверенная победа, и счет на 2-0. Победа держала Анна Окаркова, Республика Саха-Якутия. Итак, в красной зоне воспитанница Калужской области, Калужской команды, Юлия Цуканова будет противостоять опыт на якутской спортсменке Екатерине Белорусской. Чемпионка России 2015-го года Екатерина Белорусская. Серебряный призер чемпионата мира. Поэтому очень опытная, теклованная спортсменка. Чемпионка России 2015-го года Екатерина Белорусская. 1-0 в геррии Екатерина Белорусская. Итак, 1-0 ведет Екатерина Белорусская. Сестра знаменитого Ивана Белорусского. Представительница спортивной династии Белорусских. И уверенная победа 2-0. Екатерина Белорусская. Республика Саха-Якутия. На помощь приглашается. Евгения Васильева. 80-го года рождения. Призер Игорь Мончары. Тренируется у Алексея Попова. Заняла третье место на чемпионате России 2014-го года. Второе место на Кубке мира на первом этапе. Который проходил в Кыргызстане. Тренируется у Яны Захаровой. Итак, 0-0. Васильева Федорова. Обе спортсменки из Якутии. Тренируется у нас. Тренируется у нас. Тренируется напряжение. Спортсменки замерли на время. Перенести дух и снова начнут атаковать. Влево переходим к борьбе, и удается удержать полку Евдекии Васильевой, что приносит ей 1 очко, и она выходит вперед 1-0. ach ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Похожая картина повторяется. И со счетом 2-0 победа держава Евдокия Васильева. На вопрос приглашается Кристина Смирнова, Камужская область, Красная зона. Алина Турчина, Республика Саха-Якутия, Синяя зона. 86-го года рождения, бронзовая призерка чемпионата Республики Саха-Якутия 2015 года. И также третье место на чемпионате Дальнего Востока 2015 года. 1-0, пользу Алины Турчина выходит вперед. Готовятся Кучкаров, Черкашин. Чемпионате Дальнего Востока, весовой категории у женщин до 65 килограмм. Итак, со счетом 2-0 победу одержала Алина Турчина, Республика Саха-Якутия. Полуфинальные схватки, мужчины, весовая категория до 60 килограмм. На помощь приглашается Шабжакон Кучкаров, Москва, Красная зона. Сергей Черкашин, Республика Саха-Якутия. В Красной зоне Шахмаджон Кучкаров, 81-го года рождения. Тренируется у Дмитрия Васильева, представитель Московской столичной школы по трестлингу. Его противостояние русский спортсмен Сергей Черкашин, 91-го года рождения. Чемпион Республики 12-13-го годов, чемпион России 2012-го года, чемпион Игры Матчары 13-го года. Стойка и счет становится 1-0. Стойка выходит в стойку. И счет становится 2-0. Победу в этой схватке со счетом 2-0 одержал Сергей Черкашин. На помощь приглашается Степан Сусин, Республика Саха-Якутия. Артем Старухин, Ивановская область. В красной зоне Степан Сусин, пронзовый призер чемпионата Республики Саха-Якутия, опытный спортсмен. Тренируется у Николая Аярова. Против него выступает Артем Старухин, представляющий Ивановскую область. Стойка и 1-0. Вперед выходит Степан Сусин. Готовятся Михаил Евельянов, Дмитрий Сиротета. Похожий прием. Опять стойка. Успешно очень проводит прием. И с счетом 2-0 победу одержал Степан Сусин, Республика Саха-Якутия. Смена судейской бригады. Судья на помосте Михаил Рафманов. Боковой судья Иван Сирцев. Руководитель помоста Владимир Алексеевич Суханов. Полуфинал весовой категории до 70 кг. Красный угол. Михаил Евельянов, Республика Саха-Якутия. Опытный спортсмен. Ему в синем, в синей зоне, в синих секторе будет противостоять. Начинающий, но очень сильный спортсмен. Изъявал не низкоавтомого округа. Дмитрий Сиротета. Тазовский район. Дмитрий Сиротета реально живет в тундре. Оленевод управляется с таким тяжелым оленьем стадом. Поэтому очень мощный мужик. Очень выносливый. Поддержим Дмитрия, который так далеко, из такого далекого поселка приехал на эти соревнования. Дмитрий Сиротета. Впереди Михаил Емельянов. Ему противостоит Дмитрий Сиротета. Ямал-Неневский автономный округ. Победитель своих соревнований в своем районе и в своем округе. Немного спортсменов приезжает. Мы второго или третьего спортсмена видим с Ямал-Неневского автономного округа. Но все они физически очень мощные спортсмены. И сразу же оказывают очень сильное противостояние. Атакует, атакует Михаил Емельянов. Наши аплодисменты. Очень интересная схватка. Очень напряженная схватка. Нам от всего видно, чьи же кисти окажутся сильнее. И один-один. Стравливает счет Дмитрия Сиротета. Наши аплодисменты начинающему спортсмену. Очень красивая и мощная схватка. Красивый бой показывает оба спортсмена. Настоящее украшение этого турнира и открытие одновременно. Михаил Емельянов завалил третье место на турнире на Мусмас. 92-го года рождения. Тренируется у Алексея Попова. Дмитрий Сиротета. 91-го года рождения. И там счет 1-1. Полуфинальные схватки. Финалом близко. Давайте поддержим аплодисменты для спортсменов. Поддержим очень мощная. Очень напряженная схватка. Бескомпромиссная борьба. Уборной войне победу одержался счетом 2-1 Михаил Емельянов. На помощь приглашается Артур Орлов. Республика Саха-Якутия. Геннадий Борисов. Республика Саха-Якутия. Итак, в красной зоне Артур Орлов. Республика Саха-Якутия. Победитель. Дальний Восточного Генерального оборудования. Республика Саха-Якутия. Победитель Генерального оборудования. Республика Саха-Якутия. Также победитель первенства России среди юниор. Тренируется у Анатолия Баишева. Предупреждение спортсменов в синем углу, в синей зоне, предупреждение Геннадию Борисову. 1-0, вперед выходит Геннадий Борисов. 1-0, вперед Геннадий Борисов, спортсмен в синей зоне, оба спортсмены из Якутии, полуфинальная складка весовой категории до 70 кг. В рамках всероссийских соревнований по стрессу, руководителем лимбийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева. Вторая победа и заслуженная общая победа со счетом 2-0. Победу одержал Геннадий Борисов, республика Саха-Якутия. Полуфинальные схватки мужчины до 80 кг. Алексей Федоров, республика Саха-Якутия. Артем Лысенко, Калужская область. 1-0, вперед выходит Алексей Федоров, республика Саха-Якутия. Итак, 1-0, впереди Алексей Федоров, республика Саха-Якутия. Против него сражается Артем Лысенко, представитель Калужской школы мастрестлинга, воспитанник Владимир Алексеевича Цуканова. Стойка за счетом 2-0 победу одержал Алексей Федоров, республика Саха-Якутия. Анатолий Гландов, мечил Прокопьев, лоба спортсмена Иси-Якутия. В красной зоне Анатолий Гландов, 81-го года рождения спортсмен, чемпион республики 14-15-го годов. Чемпион России 8-го и 15-го года, обладатель Кубка мира 15-го года, самостоятельно тренингся. Очень опытный, теплотый спортсмен. Против него мечил Прокопьев, 91-го года рождения, серебряный призер первенства республики 15-го года. Тренирует звук перед Леву Стивовым. 1-0, вперед выходит плечи Прокопьев. Итак, на помосте Анатолий Гландов и мечил Прокопьев. За счетом 1-0 ведет спортсмен из синие зоны и мечил Прокопьев. За счетом 2-0 победы держат мячи Прокопьев, республика Саха-Якутия. На помосте приглашаются мужчины весовой категории до 90 килограмм полуфиналы. Первая пара Владимир Коврик, Москва. Синяя зона Дмитрий Попов, республика Саха-Якутия. Является чемпионом мира 16-го года. Победитель крупного мира 3-го этапа 2015-го тренируется у Петра Давыдова. Дмитрий Попов, республика Саха-Якутия. Дмитрий Попов выходит вперед. Это уже полуфинальные складки. И со счетом 2-0 победу держат Дмитрий Попов, республика Саха-Якутия. Уже известные легендарные фамилии в масс-рестлинге в России и в мире очень опытные спортсмены. Егор Павишев, 93-го года рождения. Павел Черноградский и Гоголи Опытный, старшим 4 года. Оба спортсмены из Якутии. Гоголев Богданов и Павел Черноградский. Синий зоня. Чемпион России, чемпион мира в своей целой категории. Спортсмены такого уровня очень важны. Стартовый момент. Кто сумеет перехитрить соперника и стартовать чуть-чуть на доли секунды быстрее. Одновременно не нарушим правила. Вот на кране фула они находятся, потому что примерно техника и сила примерно находятся на одинаковом уровне. Предупреждение спортсменов в красной зоне. В таких схватках возрастает роль судьи. Он должен быть объективен, непреклонен и уверен в себе. Итак, полуфинальная схватка. Егор Баишев, Павел Черноградский. Опытнейшие якутии спортсмены. Полуфинал. С большим усилием удается провести прием стойко и Павел Черноградский выходит вперед. Итак, 1-0 ведет спортсмен в синей зоне Павел Черноградский. Напоминаю, у вас спортсмены из Якутии. Вторая полуфинальная схватка у мужчин весовой категории до 90 кг. За счетом 2-0 победу одержал Павел Черноградский. Республика Саха-Якутия. Весовая категория у мужчин до 105 кг. Полуфинальные схватки. Первая пара. Михаил Боголев. Республика Саха-Якутия. Алексей Богданов. Волгогонская область. Готовится. Роман Калинин. Виктор Кокалов. Итак, Михаил Боголев. 89-го года рождения. Тренируется у Ивана Готовцева. Спортсмен в красной зоне. Против него Алексей Богданов. Волгогонская область. 81-го года рождения. Спортсмен. Полуфинальная схватка. 1-0. Вперед выходит Михаил Боголев. Красная зона. Алексей Богданов из Волгогонской области пытается противостоять. Нашел до полуфинала. Очень интересный спортсмен. Но кисти не выдержали. И с насчетом 2-0 победу одержал Михаил Боголев. Республика Саха-Якутия. Роман Калинин. Тверская область. Серебряный призер Кубка мира. 2019-го года. Синяя зона. Виктор Дакалов. Республика Саха-Якутия. Чемпион России. Призер чемпионата мира. Итак, вторая полуфинальная схватка Роман Калинин. Виктор Дакалов. Тверская область и республика Саха-Якутия. Наш аплодисменты. Очень интересная схватка. Упустил Калу Борова. И счет становится 1-0. Вперед выходит Виктор Дакалов. Тверская область и республика Саха-Якутия. Виктор Дакалов. Тверская область и республика Саха-Якутия. Тверская область и республика Саха-Якутия. И Николай Антропов. Тверская область. Начинающие спортсмены. Пряморинейная тяга. С большим усилием. Вперед выходит Сергей Ишуркин. Республика Чувашия. И со счетом 2-0 победу одержал Сергей Ишуркин. Республика Чувашия. Красная зона. Тверская область. Синяя зона. Дерекомиссар. Калужская область. 69-го года. Рождение Анатолий Бариш. До сих пор в хроночной и физической форме. Подает пример. Подрастающему поколению. Своим сыновьям. До сих пор перед Масресленду. Готовится и выступает на такого рода больших соревнованиях. Против него Андрей Комиссаров. Калужская область. 84-го года рождения. Готовится Туркин. Терешка. Анатолий Черков. Свободный. 1-0. Вперед выходит Анатолий Баришев. Постоянные выступления на национальном празднике. Законяли и характер, волю, мышцы, суставы этого спортсмена. Итак, 1-0. Полуфинальная схватка мужчин весовой категории до 15-ти килограмм. 1-0 ведет Анатолий Баришев. И уверенная победа за счетом 2-0. Победу одержал Анатолий Баришев в республике Саха-Якутия. Второй круг мужчин весовой категории свыше 125 килограмм. И на помост приглашается Константин Туркин. Московская область. Валерий Терешко. Московская область. Анатолий Черков. Свободный в этом круге. В синей зоне Валерий Иванович Терешко. 1950 года рождения. Легендарный тяжелоатлет. Представитель легендарной советской школы тяжелоатлетики. 1-0 в пользу спортсмена в красной зоне. 1-0 ведет Константин Туркин. Валерий Иванович Терешко. Валерий Иванович Терешко. Мощная тяга. И со счетом 2-0 победа держал Константин Туркин. Московская область. Турнир проходит в дружественной обстановке. Соперничество довольно-таки стойкое и соперники очень сильные. Скажите о изменениях правилах. Соблюдают ли спортсмены и как они их принимают? На данном турнире все спортсмены должны применять новые правила. То есть такие, как когда происходит упор ногами в доску, обязательно пятками должны касаться помоста. То есть многие спортсмены, как опытные спортсмены, немного забывают об этом, потому что это новшество. И получается, что приходится предупреждать, также непосредственно замечания давать по этому вопросу. Я являюсь председателем Тверской области масс-рестлинга. У нас будет проходить в городе Тверь чемпионат России по масс-рестлингу. То есть впервые это будет. Для нас это праздник и большая честь принимать все регионы России.